всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр и я хочу сегодня рассказать о коляске от компании cybox наверняка вы слышали что это за бренд такой это мега популярный бренд который и в среднем сегменте находится и ультра премиуме находится премиум сегменте причем вот наверно на самом верху практически вот поэтому бренд достоин внимания как минимум вот и сегодня мы посмотрим их колесочку обновленную cybox easy s плюс 2 непосредственно еще вот видите в таком вот немножечко слегка дизайнерском исполнении вот это вообще в принципе колясочка созданная для путешественников она реально классно подходит для путешествий и коляска имеет повышенные внедорожные способности потому что вы видите на ней большие достаточно колеса учитывая форму фактор колясочки она не огромная вот и вот этот потенциал по на плохой дороге в отпусках очень на самом деле актуален потому что например тоже греции там не знаю на кипре в турции не везде хорошие на самом деле на улочках дороги и нужно где-то прям проехать поэтому вот готова колясочка к таким вещам она готова и к нашим российским реальным единственно полметра снега наварить естественно колясочка не справится ну и мало какие справиться на самом деле поэтому я считаю достаточно универсальной у нее только один маленький такой моментик она естественно мало где пройдет ручную кладь потому что достаточно крупной сложном виде поэтому проверяйте ту авиакомпанию которой вы летите размеры может быть сможете ее взять ручную кладь соответственно перед обзором двух словах технические характеристики германия вдруг кто не знает год дает производитель гарантию коляска видите она сделана достаточно из толстых таких металлических труб и весит 7,7 килограмм она не легкая и не тяжелая она нормальная для своего для своих возможностей вот наклон спинки вот сейчас вы уже видите я наклонил 175 градусов 125 мы сидим с трех месяцев можно эксплуатировать потому что мы нормально лежим и до 4 5 лет то есть максимальный вес ребенка 22 килограмма ширина непосредственно всей вот этой вот конструкции максимально это 48 сантиметров вы везде спокойно проедете что касается кстати комплектации если в названии коляски видите слово дождевик значит она будет в комплекте иметь дождевик если дождевика в названии нет вы его не получите нужно будет докупать отдельно благо это дешево еще можно купить подстаканник и непосредственно наслаждаться путешествием изучать мы будем с вами сверху вниз мой рост 86 внизу в описании вы можете посмотреть расстояние от ручки до пола характеристиках с посылки на сайте а так можете вот проецировать ручка выполнена из классной эко кожи с хорошей ровненькой про строчкой эко кожи я такую знаю хорошо она очень износостойкая долго играющая долга живущая вот и товарный вид долго не теряет хват приятный все классно единственное я люблю ручки чуть потолще но принципе здесь окей вот козырек здесь достаточно большой если мы смотрим сверху он вот видео закрывает нас по самый бампер для такого рода колясок козырек прям реально большой из недочетов нету никакого отверстия чтобы смотрового кошка назовем его так что вы могли видеть ребенка регулируется у нас вот таким простым движением и делает это самое главное тихо давайте я посажу так вот здесь на задней стеночке нету никаких кармашков кстати заднюю стеночку можно открыть чтобы проветривать если это нужно будет вот регулируется это все с помощью ремешков вот натянули и соответственно посадили в час 125 градусов если не ошибаюсь до 125 градусов это в принципе не такая уж и заваленная назад спинка абсолютно нормальным что мне нравится полностью дышащий материал матрасик в сеточку матрасик мягенький спинка высокая спинка жесткая вот это не гамачок натянутый сидушечка здесь реально удобная пятиточные ремни мягкие накладки везде вот такой стандартный комплект безопасности соответственно бампер у нас откидывается в сталиночку стороночку как калиточка и из того того что мне еще не понятно эко кожа есть эко кожи нет может быть производитель подразумевает что ребенок вы грызет там еще что-то и он не делает эко кожу но мне кажется в этом классе лучше делать эко кожу и там и там ну как-то приятнее что ли но в остальном все окей подножечко у нас тоже соответственно регулируется все хорошо имеется большая ступенька для ребеночка причем широкая все все на самом деле классно так что касается самой рамы как я сказал рама здесь выполнена очень добротно я давно уже знаю эту колясочку мне придраться очень сложно она надежная крепкая вот я щас не расхваливаю говорю реально как есть потому что ну мы уже много лет их продаем и вопросов в принципе нет иначе мы их не продавали просто-напросто вот и колеса у нас здесь мягенькие очень тихие естественно не надувные спереди можно заблокировать колеса чтобы они не поворачивались на плохой дороге с этим все хорошо амортизация естественно есть и спереди и сзади багажнику доступ хороший вот видите какие пружины здоровые и тормоз самый нормальный тормоз оба раза сверху нажимаем и ставим на тормоз и снимаем с тормоза как по мне самый лучший вариант так давайте теперь посмотрим как ее сложить потому что зачем она нам еще нужна в путешествие такая маленькая чтобы она и сложной виде была маленькая нажимаем здесь две кнопочки и опускаем вот так вниз вот как по мне достаточно аккуратно и достаточно маленькая вот и в любой багажник поместится ну в принципе все окей вот и в этом той фишка вот такого рода колясок они не вас не напрягать своими размерами большим весом в общем все хорошо и при этом при всем у нее если мы посмотрим на размер сидушки высоту сидушки ширину она не уступает обычным всесезонным книжкам по пространству внутри для ребенка я имею ввиду поэтому считаю вот такого рода колясочки очень достойной альтернативой всесезонкой всесезонкам от известных брендов это можно в принципе на круглый год ее тоже рассмотреть докупаем накидочку на ножки благо в первой коляске они недорогие качественные фирменные именно от первой коляске вот дождевик подстаканник и все на круглый год в бой вот собственно это и было мое мнение самом деле коляски если вам обзор понравился было интересно можете поставить мне царский лайк подписаться на канал я буду очень рад этому это помогает развитию канала если вопросы есть пишите комментарии я на них отвечу а вам хочу пожалуй сделать хороший грамотный выбор коляски для вашего ребенка и удачи на дорогах всем пока